Согласно недавно представленных данных, экономика Испании продолжает восстанавливаться. Во втором квартале рост ВВП Испании вырос на 1% по сравнению с первым кварталом. С нами на линии сегодня Анжела Талавера, представитель Oxford Economics. Темпы экономического роста Испании оказались самыми быстрыми за последние 8 лет. Чем именно был обусловлен такой рост и что это означает для экономики Испании в целом? Рост ВВП Испании в квартальном выражении составил 1%. Темпы роста экономики оказались самыми быстрыми среди других стран еврозоны. В данный момент компоненты по ВВП пока что еще не были представлены. Поэтому мы не можем точно сказать, чем именно был вызван рост ВВП Испании во втором квартале. Я полагаю, что сильный потребительский сектор Испании в очередной раз стал одним из ключевых факторов, который повлиял на рост экономики. Итоговые данные будут представлены только в августе. До тех пор нам остаться только ждать. Только тогда мы сможем узнать, чем же именно был обусловлен рост экономики Испании во втором квартале. Мы надеемся увидеть более сильное восстановление, трайверами которого будут не только потребительские расходы, но также прирост инвестиций и подъем экспортного сектора. Особенно учитывая недавнее сокращение мирового объема биржевых торгов. Для рынка эти данные не стали неожиданными. Экономика Испании продолжает успешно развиваться. Мы ожидаем, что рост ВВП в этом году превысит отметку в 3%. Во втором квартале в Испании было создано около 400 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы Испании достиг минимальной отметки, начиная с 2011 года. Однако есть мнение, что большинство новых рабочих мест были созданы на временной основе и не соответствуют требованиям по качеству. Что вы думаете в отношении этого? Таким образом это может повлиять на восходящий тренд в экономике Испании. Что касается данных по рынку занятости Испании, во втором квартале они действительно были положительными. Было создано около 400 тысяч новых рабочих мест. Это очень хорошие показатели. В основном такие позитивные данные были вызваны сезонными факторами. Второй квартал является самым сильным для рынка труда Испании. Соответственно в течение двух следующих кварталов, скорее всего, что мы уже не увидим такого сильного роста по созданию новых рабочих мест. При этом не стоит забывать, что уровень безработицы Испании находится на очень и очень высоком уровне. Он один из самых высоких в еврозоне, на втором месте после Греции. На сегодняшний день уровень безработицы в Испании находится в размере 22,4%. Важно также проанализировать качество новых рабочих мест. Большинство рабочих мест является низкооплачиваемыми. Также было создано много рабочих мест на неполный рабочий день. В дальнейшем уровень качества рабочих мест в Испании необходимо будет улучшить. В данный момент уровень безработицы очень высокий. Но при этом такой прирост новых рабочих мест вполне может обеспечить рост потребительских расходов. В долгосрочной перспективе крайне важно улучшить рабочие условия на рынке труда Испании. В этом году в Испании пройдут выборы. Учитывая восстановление экономики, а также благоприятные финансовые условия, низкий уровень инфляции и дешевые энергоресурсы, как вы думаете, сможет ли премьер-министр Испании Марьяна Рахуй остаться на второй срок? Скорее всего, что вряд ли. Я не думаю, что нынешний премьер-министр Испании Марьяна Рахуй будет избран на второй срок. В конце года Испанию ожидают всеобщие выборы. На фоне этого в стране растет некоторое напряжение. Пару месяцев тому назад в Испании прошли муниципальные выборы, во время которых правящая народная партия Испании одержала победу. Но при этом стоит сказать, что популярность этой партии стремительно падает. Оппозицию в этом году переставляют такие партии, как Падемос, Объединенные Левы и Граждане. Я думаю, что у движения Падемос есть все шансы на победу. Популярность партии Падемос среди испанского населения будет и дальше расти. Безусловно, нынешний премьер-министр будет использовать позитивные данные по восстановлению экономики в качестве доказательства того, что он проводит успешную политику и реформы. Но на данный момент, я думаю, что ни одна партия не сможет набрать на всеобщих выборах абсолютное большинство. По итогу, скорее всего, что необходимо будет создавать коалицию, которая будет править новым правительством Испании. Пока что сложно говорить о том, какие именно партии будут находиться у руля правления Испании. С нами был Анжело Талавера, мы признательны ему за его комментарии. Оставайтесь с Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания.